Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновление в Black Desert Online от 1 ноября. Хэллоуин прошел. Кто пришел к нам на стримчик, спасибо вам огромное за компанию. Кому интересно, что мы готовили, можно посмотреть в наших социальных сетях ВК, Facebook, Telegram, Discord. Везде опубликовали фоточки. Также, что в этих же социальных сетях всегда мы публикуем все нужные новости, которые касаются игр. В Дискорде можно получить роль. Именно по этой роли там BDO, BDM, Консолька и Бусти. Именно по этим группам я всегда новость публикую, так что лишних новостей вы не получаете. Ну и, раз уж сказала слово Бусти, напомню о том, что поддержать нас можно на Бусти. Сейчас доска пуста, мы скоро перерисуем все, что было. Вчера доска нужна была для интерактива. Но на Бусти мы публикуем разные всякие там. Вот, например, скоро я прям в ближайшем будущем опубликую расчеты по алхимии. То есть крафт алхимических баночек, на них сегодня как раз цену подняли. Имперку недавно считала у меня с этой табличечкой. Доступ к этим табличкам будет у наших бустеров. Потом как-нибудь я сделаю видос, но это будет потом, как говорится. А сейчас информация будет там. Что ж, сегодня у нас в обновлении все больше всего для ремесла. Там алхимия, сбор, такое. Потом инкрустацию переделали интерфейс. Мы в корейском почтноуте смотрели такую тему. Потом в самой Корее сделали тоже очень интересные правочки. Мы их разберем попозже. Ну и ивенты. Куда без ивентов? С них и начнем. Первый ивент это сезон ремесла на сбор. В этом ивенте, смотри, 50% ремесленный опыт, кроме торговли. Как всегда. Занимаясь сбором, собирайся, я ищу печать собирателей. А потом меняй один раз на аккаунт, я так поняла, на выбор. Одна бежулечка, маноса, камень крон, 300 штучек, 5 бафчиков. И постоянный обмен, опыт влияния, опыт сбора. Представь, опыт влияния. Когда такое было? Обычно впаривают кроны или там обрывки. Также в достижениях всем выдали вот такой сундучок уже, в котором лежат абсолютно все инструменты. Но эти инструменты имеют хорошие эффекты, однако у них есть ограниченное время и их нельзя ремонтировать. То есть сейчас один раз пробежаться, потратить прикольно. Но потом, как говорится, если ты их не используешь, то 29 ноября их удалят. Также теперь мини-игры появляются чаще, реально чаще, очень чаще. Настолько чаще, что я даже заколебалась в них играть. Я сегодня бегала, занималась сбором сока, потому что там добавили контент. И мини-игр, наверное, штук 30 у меня было. То есть очень много было мини-игр. Ну и, соответственно, в два раза, видишь, активация мини-игры при любом сборе. Озорная собирательница шай. Этот ивент. Ты занимаешься сбором чего угодно. Трава, дерево, сок, мясо. С некоторым шансом ты получаешь такой предметик в сумке. Вот, предметик. После которого золотовка, вот как с кротом. Помнишь, там появляется мешочек, ты его собираешь. В сумке он не появляется, но при этом появляется крот. Та же ситуация, та же механика. Появляется вот такая шаечка, у которой ты можешь получить вот эту книгу один раз на аккаунт. Так? Но эту книгу сразу предупреждаю удаля 29 ноября. Ты ее одеваешь вот сюда. Мне эта падла, извините, не пришла. Я потратила 366 энергии, потом два раза регенила по 50. Ну, 600 энергии, считай, потратила. И мне она не пришла. Поэтому я вам не могу эту книжку показать. Но книжка хорошая, ты ее экипируешь. Она лучше, чем ремесленная книжка Кафраса. Потом, за три энергии у этой же шай, ты можешь брать баф на час. Скорость сбора, шанс получения предметов плюс 10%. Хороший баф? Хороший. Более того, когда ты получаешь эту шаю, она стоит 10 минут. И ты можешь позвать кого-то из друзей. Он может с ней поговорить. Может ли он получить книжку, не знаю. Но баф за три энергии он точно может получить. И шая у тебя не пропадет. Но если ты с ней поговоришь, получишь баф, шая уйдет. Такая механика. Так что можете с друзьями объединяться, например, делиться информацией и друг дружку бустить таким образом. Повышенные опыты и особые награды за вход в честь азиатского чемпионата. Да, помним, мы на тех выходных выбирали, за кого мы голосуем. Значит, во-первых, 500 опыта, 200 навыков, 50 шанс получения трофеев. Раз, календарь, которым эффекты применяются сразу при входе в игру. Короче, вот это вот они больше так просто не выдают, чтобы хомяки не копили. То есть ты завтра зайдешь 2 ноября и у тебя сразу плюс 7 дней премиума. Будьте готовы, что завтра абсолютно будет прям рынок перенасыщен многими предметами. Потому что есть люди, которые копят, 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 копят. Раз в месяц активируют премиум, все сливают и сейчас все начнут все продавать. Так что цены на некоторые предметы могут снизиться, да? Кому надо, закупайтесь потом, попозже. А кому надо будет продать, то выставляйте сейчас, потому что пока берут. И это вас ждет в ближайшие вот 2 недели, пока у всех будет премиум. Вот, такое вам предупреждение. Новинки от 1 ноября. Это в магазинчике. Кстати, если кому-то нужна помощь с донатом в БДО, я могу с этим помочь. Напишите мне в Дискорде. Дискорд указан в описании к видео. Там же все полезные ссылочки, там на разные ресурсы. Напишите мне в личку и я вам помогу, расскажу, как я могу с этим помочь. Значит, добавили вот таких двух чупакавр. Чуча такая. Вот, ну эмоции такие же, как у всех котов. Да, как у всех котов. Значит, эффект у него MaxLT. Категория редкий. Вот, белый вариант тоже есть. Как видишь, такая же чуча, только белая. Можно купить в комплекте. Получается, так ты покупаешь по 350. В комплекте ты платишь те же 350, но бонусом идут 10 свитков удачи. Вот. И 300% и 120%. То есть на 120 минут благословение 200%. Вот. Дальше. Наборы с комплектами на выбор. Ну, тут все понятно, да. Скидочка, когда ты берешь 2. 3 почему-то без скидочки. А, 3 плюс 1. Ты платишь типа за 2. А, получаешь 3 плюс еще на выбор комплект. Стартовый набор для ремесла почему-то здесь, смотри. Ты покупаешь усиление на выбор. На 20 дней это там книга, одна книга, вторая, Камасильвия, Луна. Или премподписка, вроде бы как. Может и нет премподписка. Короче, на выбор. Одна штучка на 20 дней. И потом на выбор ты выбираешь один из ремесленных костюмов, но тут нет кулинарного. Забыли про кулинарию, что такое ремесло вообще в игре существует. Плюс бонусы. Привидения и питомцы для ремесла. Ёжик, лама это для тех, кто занимается сбором. Тигренок и медвежонок дают вес. Но тигренок, я не помню, какой дает эффект. Тигренок. Тигренок. Поиск врагов. Ну, то есть, медвежонок он дает для авторыбалки, а этот просто ищет врагов варов твоих. Зелье энергии, смена навыка транспорта, сфера Т, и это все простое. Скидочки смотри на склады. Веле, Хидель, Кальфиончик. Можно сэкономить денежку кому надо. Вот, также скидка 20% на передачу опыта ремесла. И специальный комплект. Это вот эти вот кулинарные для сбора, для... Ой, не для сбора, для изготовления, для рыбалки, для всего. Также еженедельные скидки. Мудрец, полный комплект кераван. Все. Пресет кристаллов, смотри. Был лимит покупки 3 штучки на семью. Сделали 8 штучек на семью. Это связано с тем, что они переделали пресеты, и теперь это реально стало удобней. Что касается обновлений. Контент. Первое. Увеличили количество порошка, которые добываются на узлах. То есть вот у нас было условных 2-3 порошка, да? Теперь они будут в большем количестве. Тут написано, в 2 раза больше разных видов порошка, но если навести, например, теглиное на горье, то там, как добывался один вид порошка, порошок земли, так он и добывается. Соответственно, скорее всего, речь про количество. Вот. То же самое в свинье. Точнее, вот это все в 5 раз больше. Ну, короче, непонятно. Вот они перечислили, на каких узлах какой порошок добывается. Также увеличили количество порошков по квесту внезапному во время задания, когда ты занимаешься заданием поручения простого испытания делесайн, ты раньше получал 300 порошка на выбор, сейчас получаешь 500. Получение при сборе тоже. Я сегодня занималась сбором шприца и очень много порошка памяти. Ну, как много? Немало, честно скажу. За вот эти 600 энергий, которые, да, я вам сказала в начале, я 36 порошка собрала. В принципе, неплохо. И тип порошка будет зависеть от того, каким конкретно сбором ты занимаешься. Вот видишь, порошок варвара при сборе шкур. Порошок смерти при сборе мяса. Памяти при шприцам кровь именно. Починки, если ты собираешь сок. Порошок леса, когда ты траву собираешь. И порошок земли, когда ты копаешь руду. И эффект ежика и увеличение количества при сборе, вот эти другие питомцы, которые дают, действуют и на порошки, на порошки получаемые при сборе. То есть их могут задублировать. Значит, во время сбора больше нельзя получить вот эти товары. Жучки во время травы, кристаллизированная кровь во время сбора, да, вот эта вся фигня. Их удалили, в связи с чем урианы ежедневные задания на сбор объединены в одну цепочку. И в зависимости от уровня нужно получить от 1 до 5 дыханий феи. Все упростили, все классно. Количество соков доступны для получения на производственных узлах. То есть, когда ты рабочего отправляешь на узел, теперь количество вот сока клёна и сосны в полтора раза больше. Снежного кедра в 5 раз больше. Другие соки в 2 раза больше. Ну и тут перечислили, какие соки на каких узлах добываются. Также при сборе просто, при сборе руками, ты больше получаешь вот этих всяких количеств соков. Во время сбора сока с дерева ты теперь можешь получить ару-ару. Сейчас покажу клип, как мне он пришел. Вот шая ко мне не пришла, ару-ару ко мне пришел, понимаешь? Вот, смотри. Вот, я собираю сейчас. Опа! Тихо. Вот. Раз, видишь? Вот такое бревно, когда в сборе тебе попадает, то появляется сразу сообщение похититель деревьев ару-ару. Я его убила, он шотный, поскольку мы занимаемся сбором в собирательном костюме. С 1245 кленов. Сейчас, подожди. Я что-то... Так. Далее. Сейчас, сейчас, секунду. Чуть-чуть-чуть. Вот, смотри, раз. Я его ударила. А. 1245 клена с него ударил. Представь, сока. Мм? Класс? Нормально? Мне кажется, нормально. Вот, если вы прогоните ару-ару в течение трех минут, точнее, не прогоните, он сбежит, не призваны, другие ару-ару не появляются одновременно, два. На появление мастерства ару-ару не влияет и не появляется во время мини-игры. То есть, поняли, да, тема? Плоды. Количество плодов, которые мы можем получить с огорода, увеличилось. То есть, количество плодов во время сбора тоже увеличилось, однако, точнее, вероятность увеличилась, но количество осталось при сборе травы. Во время... Теперь неизвестный реагент, который можно получить, можно поменять, смотри, вот, на пыль огня, разрушение, притяжение, один из порошков. Во время алхимии, когда ты занимаешься алхимией, постоянно прокает куча всякой фигни. И вот удалили целый вот такой список, что там получается. При этом добавили вместо них неизвестное семя, останки сожженных духом, алхимический осколок, эссенция мертвого дерева. Вот это неизвестное семя... Вот, а, и в связи с тем, что вот это освободилось, тут повысили на вот эти предметы, повысили шанс. Неизвестное семя объединяешь с одним трюфелем и получаешь споры трюфеля. Споры трюфеля занимают 10 слотов. Споры можно собрать только на урожай, другие споры с него не собрать. В среднем получается 60 трюфелей. При этом эти споры можно продать на аукционе, также можно продать неизвестные семена, которые ты получаешь при алхимии. И вот такая на них цена. На трюфель, я так поняла, цену подняли. Вот, и получается, что вот ты можешь вот эти неизвестные семена, можешь споры трюфеля, белый трюфель, все это можно продавать на аукционе. Белый трюфель при сборе урожая, то есть когда ты посадил споры, собрал урожай, с некоторым шансом можно получить белый трюфель, который, когда у тебя ГМ1 и выше алхимии, ты вот этот рецепт делаешь, у тебя получается особое зелье смекалки, 25-35 штук. Также можно зарегистрировать на аукционе вот эти предметы. Так, шанс появления драцены при сборе с серпом увеличен на 30%. Так, где-то тут еще нам сказали, что увеличили цену на алхимию. Обрати внимание, я сейчас вот так вот сделаю, а ты там, если надо, паузу ставь, смотри. Видишь, на разные предметы увеличили цену. Было-стало. Но это, понятное дело, это цена типа максимальная, то есть до этой цены могут разогнаться. Однако, это же совсем не факт, что до этой цены оно дойдет. Дальше. Голубой коралл и китовый жир теперь падают с мобов, которых мы фармим с корабля. То есть вот всякие кандидумы, клинки, челюсти, крокодилы, лакрашаны. Вот все-все-все отсюда падает голубой коралл. При уничтожении следующих грифонов можно с некоторым шансом получить коготь грифона. Видишь, малый, королевский, королевский, грифон-ахип, босс, то есть вот это все. Возле деревни Эил посадили снежный кедр. Количество не проверяла. Вот это единственное, что я забыла проверить. Но я думаю, что теперь можно просто тут какой-нибудь кружочек делать и прыгать по гильдийным каналам. Цены материалов для алхимии, это мы уже с вами посмотрели. Понижена сложность игры, тише едешь, дальше будешь. Ее в принципе понизили, но еще больше понизили. Титулы в чатах изменили, точнее сбросят скоро. Добавили мебель в дом, если у тебя есть телескоп Рафи Бэд Маунтина. То есть вот такая штука у тебя в дом. Ты просто приплываешь на Око Акил, ой, в гнездо ворон, ищешь там Патрицу, то показываешь ему телескоп, и он тебе дает вот такую штуку. А если у тебя есть гнездо Крагдалора, то есть у тебя есть 3 Т10 коняхи, то ты получаешь вот такую вот штучку. В дом. Ну, в особняк, я думаю, в дом ты не поставишь, в особняк сможешь. Количество монстров в локациях Валенсии, а именно Басимы, Фоганы, Наги, Санилы, Серный Рудник, Пилап, увеличили количество. Вот эта тема, я так поняла, просто чтобы люди не заблуждались, ориентировались в пустыне, как дойти до Долины Титума. Будут стоять Фоганы часовые. Идешь по ним, доходишь до Долины Титума. Порошки и трофеи локации для охоты на монстров увеличили, смотри, в подземелье Порошок Памяти, на верхнем этаже, в Гайферансии, Порошок Леса. Именно просто можно получить, теперь добавили. Количество итемов с Валькраса в Пепельном Лесу, количество итемов с левой руки Голема в Долине Луна, Холм Квинт за уничтожение добавили Порошок Пепла, Алтарные Бесы, количество итемов увеличили, Город Мертвецов, баф применяется более стабильно, чтобы это не значило, Офину опять увеличили количество ХП, ну и в принципе там такое. Для более плавного перемещения с некоторых локаций убрали некоторые вещи, можем, смотри, вот в Подземелье, вот тут вот что-то убрали, теперь ты не будешь спотыкаться. В Руинах Чиры тоже, аж в четырех местах, поубирали разные всякие штырьки. В Лесу Маншару вот убрали, видишь, пенек. Лес Пари тоже тут вот корешки всякие поубирали, Тигриной Нагорье тоже вот сделали, Лагерь Ратамов тоже тут вот поубирали, ненужные вещи. Теперь, если у тебя нету проходки в пристанище, ты не можешь туда зайти, автоматически прокладывая, когда ты нажимаешь на ближайший ремонтник, в пристанище тебя больше везти не будут, и это классно. Вот, смена названия групп питомцев, точно, можно теперь группу питомцев дать название, и ты, например, когда вызываешь, тебе подсвечивается, что это на ремесло, это на фарм, это на авторыбалку, например, на вес, на ПВП, понял? Карьер теперь, галочка вот эта, сохраняется. Пресет кристаллов через инвентарь. Сделали вообще офигенную тему, видишь, инкрустация, и теперь у нас сразу открывается пресет кристаллов, то есть у черного духа больше не открывается. Соответственно, немножко поменяли внешний вид, тут сразу вот у этого пресета видно эффекты, что очень удобно. Так. Ну и... Все, больше ничего такого интересного. Теперь давай смотреть Корею. В Корее сделали первое. Увеличили количество, так, вероятность получения неизвестного реагента увеличена в 3,5 раза. То есть увеличили шанс получения. На 10 узлах вместо фигни, которая забивает склад, вот, например, у меня в Хиделе, в складе, вот лежат такие материалы, которые называются... Нет, не в Хиделе. А, я там не добываю. Сейчас секунду покажу. Вот на этом узле, это у меня на другом аккаунте. Вот видишь вот этот увядшие листья, треснувший коготь, копеечные просто материалы, которые, ну, просто забивают склад, и у тебя нет вариантов, кроме как их копить. Их смотри, вот на примере каменного зала. Вместо этих двух материалов будет добываться золотая руда. Дальше. Золотая руда, золотая руда, платиновая руда, платиновая, грубый опал, грубый опал, грубый опал, мельхиор, мельхиор. Увеличен, но это в Корее, ребятушки. Внимание, это нам еще не добавили. Шанс получения при сборе вручную и добычи рабочими на узлах вот этих всяких листочек, ветки, кровь и так далее. Нам добавили сейчас аруару, который появляется во время сбора сока. В Корее добавили при сборе дерева, лесозаготовки. Тоже он появляется, и у него с некоторым шансом вот эти вот листочки, сучки и прочее. Среди кротов, короче, кротов тоже увеличили шанс появления как обычных, так и шушу. При этом пугливых или какие там они, трусливых кротов снизили, то есть самых бесполезных. Можно выставить некоторую мебель из особняка теперь в Корее. 14 видов мебели в стиле Граны добавили. Вот такое. Потом. Теперь можно в Корее выставить на аукционе кристалл Хесет, эссенция из Делоции, дыхание звездного нефрита, эссенция проницательности. Король травяных носорогов Лау-Лау. Теперь за 15,5 минут до появления Лау-Лау будет добавлено сообщение с уведомлением о появлении. Более того, увеличили, я так поняла, в 4 раза по сравнению шанс получения сердца Лау-Лау. Кровавая яшма Багровой земли можно получить, я так поняла, больше штучек. И вероятность увеличена, ну в зависимости от ранга, сколько ты урона нанес. Также увеличена максимальная цена сердца Лау-Лау. Это, если кто не знает, добавляет прочность к ружью. Квесты, связанные с Бартером, были разделены между Велией и островом Илья. То есть, поэтому они были объединены на острове Илья. Это должно помочь. Короче, все, что мы брали там, Велия, я так поняла, на убийство мобов или там еще что-то, Бартер теперь все будет на Ильи. Окончательно все теперь будет полностью. Ну и... В принципе все, в Корее больше ничего интересного не добавили. Все, на этом разборчик обновления закончили. Спасибо за просмотр, за лайки, за подписки, за поддержку добрым словом, за то, что ходите на стримчики к нам, да, если вдруг у кого-то какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их, как в личных сообщениях, так и в комментариях. Приходите на стримы, тоже делитесь своими наблюдениями по поводу контента, или, например, вопросы, проблемы какие-то. Чем можем, всегда поможем. Всем хорошего дня, до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok